Привет, друзья! Я вернулся на канал, с вами по-прежнему Мистер Бритва, и сегодня будем беседовать на тему влажного классического бритья. Помимо разговоров, также сегодня будет и действие, действие в виде бритья и обзор новинок моего канала. Пора привести себя в порядок, пора выходить на работу, ну и пора зашибать деньги для покупки новых аксессуаров и новых плюшек из мира классического бритья. Я по вам скучал, надеюсь, вы по мне также скучали, и надеюсь, что сегодняшний видеоролик будет для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, ну и не забывайте писать все свои вопросы, предложения, пожелания в комментариях под текущим видеороликом. Я на все комментарии отвечаю, я все комментарии читаю, поэтому выйти со мной на связь в принципе не проблема. Итак, набор сегодняшнего видеоролика, давайте все быстро покажу, но потом обсудим рабочие характеристики непосредственно на моем лице. Есть у меня вот такой вот наборчик компании ТДС Косметика, набор называется Лето Ментол, это набор пробников и здесь сбоку производитель указывает, каких конкретно пробников сюда положил. Мыло белорусское, мыло натуральное, мыло в основном веганское. Итак, в набор входит мыло разных формул, разных генераций, это формула 1.16, 2.19, 3.20 и так далее. То есть все формулы в принципе здесь есть и купив такой набор вы можете познакомиться абсолютно со всеми вариантами пены данной компании. Меня привлекло мыло анисовое с повышенным содержанием ментола, свежей новой формулы 3.20. Напомню, 3.20 это формула, которая появилась в первой, так скажем, половине 2020 года и интересным и примечательным фактом данной формулы является ланолин в ее составе. Таким образом выглядит пробник мыла, это анисовое мыло, указывается, что оно с ментолом, ну и здесь идет перечисление состава. В составе как раз таки ланолин присутствует, ну и вверху указано, что мыло формулы 3.20. Мыло, точнее пробник мыла 22 грамма, достаточно большой, достаточно такой солидный, то есть для знакомства с этим мылом, для знакомства с этой формулой в принципе более чем достаточно. С учетом экономичности мыла ТДС, 22 грамма, ну раз на 10-12, а то и 15 точно хватит. Поэтому за 15 сеансов бритья узнать, что это за мыло, ну уж точно труда не составит. Решил отказаться от чаш, от наведения пены на лице, от наведения пены в руке и так далее. Взял вот такую пластиковую штучку, это что-то наподобие контейнера, который продается в Галамарте, они продаются в фикс прайсах и так далее. Цена такого контейнера что-то в районе 10 рублей. Пробник положу в контейнер, точнее на дно контейнера и в этом контейнере буду работать по мазку. Все у меня чаши имеют в принципе такую конусообразную внутреннюю поверхность, поэтому шайбу такого пробника я внутрь комфортно разместить не смогу. Поэтому я решил особо не заморачиваться по поводу чаш и взять контейнер, который надеюсь меня сегодня спасет и выручит в плане приготовления пены. По мазкам будет Simpsons Chuby 2 в синтетическом варианте, он у меня пока замачивается, поэтому чуть позже вам его обязательно покажу. Средством после бритья будет одеколон «Новая заря», одеколон называется «Красная Москва». Одеколон я так давно показывал на распаковке, в общем это достаточно узнаваемый продукт, люди из Советского Союза меня обязательно поддержат, скажут, что это была целая эпоха, что это была легенда когда-то в свое время, поэтому грех обходить стороной такую легендарную вещь. Флакон стекло, флакон 90 мл, круглый винтажный флакончик, пластиковая крышка, ну и ретро-оформление, которое у этого одеколона было еще со времен Советского Союза. Одеколон подарила мне супруга, поэтому, ребят, ну уж обойти его стороной вдвойне грех, потому что игнорировать супругу, ну, штука такая на самом деле. Опасная и неблагодарная, поэтому цените своих родных, близких и не игнорируйте их, их подарки и знаки внимания. Будет хуже, это вот прям проверено, поэтому, ребят, лучше забриться, чем не забриваться. Ну и станочком сегодняшнего видеовыпуска будет, скорее всего, в последний раз Акама Енох В1. Это синглэйдж-станочек, Г-образный станок с одной рабочей стороной. Станочек под японские лезвия типа Артис Клаб, станок из нержавеющей стали, масса станочка 80 грамм без лезвия, трехсоставная конструкция, очень-очень-очень интересная, необычная и достаточно интригующая. Посмотрите внимательнее. В общем, ребят, сделано все красиво, сделано все более-менее ровно, бреет станок неплохо. С учетом того, что это не мой станок, мне необходимо его вернуть законному владельцу, сроки возврата станков меня поджимают, поэтому с большой долей вероятности сегодня этот станок у меня будет работать в последний раз. Лезвие в станок я уже установил, лезвие у меня будет Кай, какой конкретно укажу, либо в названии видеоролика, либо в описании под текущим видеороликом. Я всегда указываю всех героев обзора на русском и на английском языке, поэтому лезвие и его название обязательно там фигурировать будет. Щетина у меня трехдневная, если не ошибаюсь. Упала у меня таблетка с мылом, видимо просится в бой, поэтому давайте открывать чашечку, давайте загружать в него мыло и давайте беседовать на бритвенные, околобритвенные темы. Я был в разных уголках России на протяжении своего отпуска и могу вам сказать, что очень-очень-очень сильно заметна разница в воде в разных регионах. И эта разница в воде сказывается на рабочей характеристике мыла, крема и так далее. Много брился вне дома и могу сказать, что по московской водичке я немного даже успел соскучиться. Итак, открываю пробник, внутри располагается вот такая таблетка с мылом. Помимо того, что была парафиновая бумага у пробника, здесь еще имеется вот такая вот целлофановая проставка. Целлофановая, пластиковая, ну, думаю, не суть важна, но тем не менее она есть. И обойти ее стороной, оставить без внимания ей не могу. Ребята, обалденный аромат. Карамель взлетная, помните, раньше в самолетах давали? Вот это что-то типа такого. Взлетная карамель с содержанием ментола. Интересное анисовое мыло. Оно даже чем-то напоминает мне зубную пасту. Интересный такой, знаете, освежающий уже аромат от нее есть. Поэтому, ну, надеюсь, что ментола мне хватит и надеюсь, что мыло мне понравится. Сегодня в Москве жарко, сегодня в Москве душно, поэтому ментол, но, думаю, лишним точно не будет. Обещал показать помазочек. Раз обещал, показываю. Вот такой вот английский вручной работы помазок от компании Simpsons. Узел 27 мм. Вот что она себя представляет после замачивания. Узел синтетический. Не самая моя любимая, так скажем, кисть, но среди синтетики я считаю, что одна из лучших. Начинаю готовить пену. Но шайба у меня, конечно же, ожидаемо крутится. Я предполагал, что будет нечто подобное. Ну и, в принципе, сам дурак, сам виноват. Нужно было раньше что-то с этим сделать. Сейчас уже поздно. Начинает потихоньку образовываться пена. Пена сначала получается жидкой. Пена сначала получается с пузырями. Но думаю, что в течение ближайших 1-2 минут я эти пузыри уничтожу и получу пену высокого, хорошего качества. С мылом ТДС я знаком не первый день. Знаю, как работает данная продукция. Пользовал все, в принципе, формулы. Разные ароматы. Поэтому не стал брать мыло из старых формул и взял сегодня формулу 3.20. Знаю, что это формула с ланолином. Знаю, что моя кожа капризная. Поэтому уходовые в виде дополнительного увлажнения, ну, моей коже точно не повредят. Кто бы что ни говорил, а ухода много не бывает. Так же, как и не бывает слишком много скольжения, слишком хорошего аромата и так далее. Понятное дело, что все это на большого любителя. Но я привык к тому, чтобы уходовых было побольше, потому что кожа ругается. Не всегда и не на все, но есть такие моменты. Поэтому вместо того, чтобы ходить с красным покорябанным лицом, лучше ходить как нормальный, адекватный человек и выглядеть достойно. Тем более, работа меня обязывает выглядеть всегда более-менее адекватно. Ребят, в принципе, смотрите, все в пене. Пены более чем достаточно. Пены здесь уже просто человека на три я наколотил. Чубик работает быстро. Синтетика очень и очень хорошо и бодро впенивает мыло. Поэтому каких-то дополнительных затрат по времени здесь, я думаю, точно не будет. Синтетика, в отличие от натурального ворса, работает чуть быстрее и работает чуть лучше. То есть синтетика сразу знает, что ты хочешь. А хотим мы всегда хорошую пену, хорошую плотную сливочную консистенцию, пригодную для классического комфортного бритья. Ну все, ребят, думаю, что больше я здесь ничего довзбивать не буду, потому что и так у меня уже здесь пены точно на пару человек взбито. Убираю в сторону все лишнее. Сейчас быстро умоюсь, потому что лицо подсохло. Ну и к вам обязательно вернусь. Перед отпуском закончилось мое детское мыло для умывания перед бритьем. В отпуске я купил мыло с экстрактом, по-моему, зеленого чая. Мыло Невея. Решил попробовать. В отпуске начал им пользоваться, но и после отпуска решил продолжить. Есть у меня, конечно, и испанское мыло, типа пришейф мыло. Есть английского производителя Викхам, также глицериновое мыло для умывания перед бритьем. Есть португальцы, с их мусс горел. Но я почему-то решил, что раз уж начал пользоваться Невеей, то добью это мыло, но потом вернусь к тем производителям, о которых я вам только что все как следует рассказал. Итак, Simpsons Chuby 2 вот с такой вот шапкой пены. Пена красивая, пена густая, пена плотная. В чашечке лежит очень красиво. Посмотрим, как она будет лежать на лице. Ребят, аромат просто бомбический. Реально напоминает зубную пасту в смеси с карамелью взлетной. Очень-очень-очень интересный аромат, не похожий на предыдущие запахи компании ТДС. Обычно у ТДС что-то такое цветочное. Цветочное даже не знаю какое. Цветочное лесное, цветочное полевое. Обычно всякое разнотравье, разные цветы, вот что-то типа такого всегда у компании ТДС в арсенале есть. А здесь этот анис выглядит каким-то необычным ароматом, не совсем характерным для данной компании. Вообще меня радует, я об этом неоднократно говорил, что компания ТДС делает бюджетные вещи, не стоит на месте и все время что-то новое придумывает. Новые наборы, новые ароматы, новые формулы, крема для бритья, то лосьоны на спирту. В общем, ребят, компанию ТДС я люблю и уважаю за их труд и за их стремление все время к усовершенствованию своей продукции. Ребята работают над собой, ребята не стоят на месте, но и мы должны с вами их поддержать и следить за развитием событий. Я вас к этому не призываю, не принуждаю, но считаю, что если есть такой производитель, если продукты данного производителя неплохие, то почему бы не следить за развитием событий. Кстати, на сайт компании ТДС, на группу ВКонтакте ТДС я все ссылки оставлю в описании под текущим видеороликам. Можете ознакомиться с компанией, с их продукцией, с их политикой, ну и побеседовать с руководителем Артемом, потому что знаю, что Артем вполне себе адекватный человек, контактный и все время выходит на связь, отвечает на мои вопросы и рассказывает о новинках данной компании. Ребят, ну смотрите, очень-очень-очень достойная пена, все плотно, все красиво, все на достаточно адекватном, хорошем уровне. Чубик неплохо массирует, но в последнее время меня почему-то стала бесить эта ручка. Какая-то она не очень удобная, то ли короткая, то ли толстая, то ли и толстая и короткая. В общем, чего-то в последнее время я своим Симпсоном стал пользоваться реже, чем это было раньше. То ли избаловали другие производители, то ли я зажрался. Не знаю, что бы это могло означать, но в последнее время Симпсон как-то у меня не в фаворитах. Работает он отлично, но вот удержание помазка в руках, та еще лотерея. Ребят, аромат просто бомбический. Вслед за мятной анисовой карамелью подтянулся ментол. Причем ментол подтянулся достаточно такой гуманный, деликатный, пока что он своим присутствием меня не напрягает. Я, конечно, больше люблю ментол в средствах после бритья, чем в средствах для бритья, потому что мешает мне контролировать процесс. Но надеюсь, что с этим ментолом подружимся и искренне верю, что он меня от процесса бритья отвлекать не будет. Итак, Аккама Райзер Янох версия В1 пошел в бой с не самым свежим лезвием, но насколько я вижу, для станка и для моей щетины это не помеха и не препятствие. Щетина без каких-то особых сопротивлений сбривается, причем комфорт от этого бритья на достаточно адекватном, хорошем уровне. Мыло работает хорошо. Связка станок-лезвие хорошая, поэтому, ребят, вот сегодняшнего бритья, хоть небольшого, но чуда я жду. Почему небольшого? Потому что знаю, как работает станок. Знаю, как работает мыло ТДС. Знаю, что я в Москве, а столичная вода мне очень-очень нравится по своим характеристикам. В отличие от других регионов, где я был за этот отпуск. Поэтому сегодняшнее бритье и сегодняшний обзор обязаны быть, ну, на достаточно хорошем уровне. Это касается и безопасности, и эффективности, и комфорта. Соскучился я по сингл-эйч-станочкам. Есть в них что-то такое необычное, самобытное. Что отличает бритье и сингл-эйч-станком от других способов бритья. От других способов и от других инструментов. Компаний сейчас разных много. Станков сейчас разных много. Но бритье с сингл-эйч-аппаратом это отдельная песня. И отдельная страница вообще в мире классического бритья. Таких станков немного. Производителей немного. Но все те производители сингл-эйч бритвенных инструментов, которые есть на рынке классического бритья, делают очень и очень интересные вещи. Ребят, первый проход на этом у меня закончился. Проход был достаточно быстрым. Проход был достаточно шустрым и достаточно эффективным. Сейчас быстро умоюсь, к вам вернусь и продолжу. Долго умываться не стал. Нет в этом какого-то большого смысла. Подушка от предыдущего слоя мыла у меня осталась. Поэтому сейчас я немного ее увлажнил. Ну и нанесу свежий слой пены. Ребят, мыло мне очень нравится. Смотрите, какими оно ложится. С угробами. Пена плотная, пена стойкая. Пена за счет содержания ланолина. Очень и очень такая жирная. Скользкая. Красивая. Но за счет аромата пена еще и очень вкусная. Я говорю про запах, а не про сам вкус. Есть пену пока не буду. Хотя, признаюсь, карамель взлетная мне когда-то очень и очень нравилась. В детстве очень часто моя семья... Ну, в детстве, когда я был в детстве, я имею в виду, очень часто путешествовал. Моя семья очень-очень часто передвигалась на различных самолетах. Поэтому, что такое взлетная карамель, я уже знаю точно не понаслышке. Прямо помню, были... Очень-очень-очень положительные моменты, связанные с этими карамельками. Как только самолет взлетал, было какое-то волшебство. И этот аромат из детства я помню, причем помню очень-очень и очень хорошо. Надеюсь, что это мыло, этот запах... Подружится с ароматом одеколона, который сегодня у меня в качестве лосьона будет использован. И надеюсь, что они конфликтовать не будут, а наоборот будут друг друга дополнять. Ну вот, друзья, пена на второй проход. Не знаю, у кого там что не получается с ТДС, у меня все всегда хорошо получается. Пена густая, плотная, жирная. Все время хорошее, все время скользкое. Поэтому, если вдруг у кого-то что-то не получается, не жалейте помазок, не жалейте мыло, не жалейте воду. В общем, играйте с этими параметрами и рано или поздно все у вас получится. Я не зря сказал про воду в других регионах, потому что были такие моменты, что у меня просто с полусантиметра крема получалось в мои стандартные два прохода побриться, и еще пена оставалась только же. А в другом регионе мне и трех сантиметров крема не хватало для того, чтобы сделать первый проход. Поэтому вода играет очень-очень и очень большую роль в нашем с вами хобби, в нашем с вами увлечении. Поэтому это нельзя никоим образом брать и игнорировать. И нельзя никоим образом нападать на тех людей, кто говорит, что что-то у меня тут не получается. Возможно, действительно вода играет какую-то свою роль, и от этого разные обзоры. Поэтому не ленитесь, попробуйте воду кипятить. Я понимаю, что геморройно, но, ребят, эксперименты никто не отменял. Тем более во благо нашего с вами комфортного бритья. Попробуйте воду купить. Какую-нибудь негазированную минеральную воду, почему бы и нет. Попробуйте воду из различных фильтров, из различных районов вашего города, если есть там друзья знакомые. Я в своё время, ребят, столько с водой игрался, что, мне кажется, воды у меня на бритьё уходило в разы больше, я имею в виду, в плане стоимости, чем всех других примочек вместе взятых. Блин, поймал себя на мысли, что не хочу, чтобы это бритьё заканчивалось. Очень комфортно, достаточно мягко и достаточно деликатно. Совместимость всех героев сегодняшнего обзора просто феноменальная. За мягкостью, конечно, кроется и небольшая агрессия станка. Вот здесь я немного порезался, но думаю, что до свадьбы заживёт. До моей или до вашей пока что непонятно. Время обязательно. Это нам с вами всё как следует покажет. Я же могу сказать вам о том, что моё стандартное бритьё в два прохода подошло к концу. Это было хорошее, интересное, комфортное бритьё с использованием новинок моего канала. Сейчас я умоюсь, я об этих новинках вам более подробно расскажу в виде своих впечатлений от использования. Никуда не уходите, я сейчас всё быстро сделаю. КОНЕЦ Напомню, что в Москве сегодня жарко и душно, решил мыться ледяной водой и поверх ментола ледяная вода легла так хорошо, что меня как будто бы взяли за ноги и лицом просто окунули в сугроб. Ребят, просто свежесть неимоверная, впечатление непередаваемое. Порезался, поспешил, слишком сильно нахвалил станок, но и воплотился, что в принципе так же, как и с предыдущими моими порезами, было вполне предсказуемо. Как только ты ловишь себя на мысли, что станок бреет мягко, чисто, что ты его понял, начинаешь пренебрегать техникой безопасности, начинаешь забывать, что у тебя в руках всё-таки бритва, а не банан, ну и позволяешь себе какую-то определённую халатность, которая вот приводит к порезам. Я не буду говорить о том, что срезал какой-то прыщик, родинку и так далее, порезался и порезался, чего я тут буду перед вами рассказывать, какие-то небылицы. В общем, на этом два стандартных прохода, мы их подошли к концу. Сейчас нанесём одеколончик, расскажу про него и про других участников обзора. Открывается крышка, здесь есть что-то типа дозатора, на самом деле это не столько дозатор, сколько сужение горлышка, которое чем-то отдалённо дозатор напоминает. Ничего здесь, конечно, не дозируется, льётся как из ведра, поэтому процесс распределения одеколона необходимо контролировать, чтобы не вылить лишнего. Ну, разумеется, если вы этого не хотите. Если хотите, то, пожалуйста, ничего не контролируйте, лейте в раковину, не жалейте. Ребят, ну, что могу сказать? Во-первых, шикарнейший, обалденнейший аромат. Я не чувствую спиртового ожога, потому что у меня лицо сейчас находится в состоянии анестезии. то есть в заморозке после миндола и ледяной воды. Поэтому воздействие спирта на кожу лица я ощущаю не сильно. Я ощущаю аромат, который мне очень-очень-очень сильно нравится. И аромат, кстати, чем-то напоминает флойд, рыжий флойд, с добавлением аниса, с добавлением немножко женской пудры. В общем, ребят, красная Москва-тема. Умели раньше люди делать. Не зря этот одеколон был когда-то хитом. И не зря столько людей фанатели от этого запаха. Вообще, я пользовался без камеры один раз этим одеколоном, чтобы иметь представление о том, что это за продукт и что он из себя представляет. Я не могу сказать, что это какая-то вот прям плохая штука. Не могу сказать, что я там им не буду пользоваться. Не могу сказать, что у меня кожа прям как-то негативно на него отреагировала. В принципе, недалеко одеколон ушел от лосьонов новой зари по своим рабочим характеристикам. Поэтому, что могу вообще в общем и целом сказать про этот продукт. Мне одеколон Красная Москва очень и очень понравился. Цена у него небольшая, а в Ашане что-то в районе 70 рублей за флакон 90 миллилитров. Что-то в районе рубля за миллилитр, ну, ребят, я считаю, очень и очень дешево, очень и очень бюджетно. Работает он по своим характеристикам на хорошую крепкую 4, а аромат у него на хорошую, отличную 5 с плюсом. Общий балл 4,5. Неплохо впитывается, очень долго держится аромат. Для такой ценовой категории что-то в районе 2-3 часов я его ощущаю. Ребят, напомню, 70 рублей, 2-3 часа ощущать на коже лица, но я считаю, это неплохой показатель. Аромат винтажный, аромат дедушкин, бабушкин, аромат такой достаточно тяжелый, своеобразный. Я фанат подобных запахов, поэтому мне очень и очень понравился. Не могу сказать о каких-то высоких рабочих характеристик в плане заживления, в плане увлажнения и так далее. В общем, что-то наподобие лосьона в той же новой зари. Хорошая нормальная оценка, я считаю, 4,5 балла, 4 за уходовый, 5 за аромат. Достойно, доступно и достаточно неплохо. Флаконом буду пользоваться и периодически, как средство после бритья, я эту красную москву на себя выливать буду. Помозку, ребят, я поставлю пятерку с замечаниями. Хорошая работа, хороший, красивый, качественный помозок. Работает быстро, работает хорошо, работает, в принципе, предсказуемо. Но вот в последнее время, вот да, за что ставлю замечания, мне не очень нравится ручка. Раньше нравилась, сейчас в последнее время есть у меня какие-то замечания, то ли к ее форме, то ли к ее толщине, то ли к тому и другому. К ворсу проблем и вопросов у меня нет. Хороший рабочий инструмент и среди синтетики наверное лучшая кисть, которую я когда-либо держал в руках. Поэтому пятерка с замечаниями, Браво Симпсонс, надо посмотреть, возможно, есть у них какие-нибудь другие ручки с синтетическим ворсом и поменять этот помозок на что-то более интересное и эргономичное. Мыло. Мыло я, ребят, поставлю пятерку с огромным плюсом. Вот такое вот мыло анисовое с ментолом, хороший ментол в этом мыле, хороший бомбический аромат, нормальная жирная скользкая пена, которая хорошо скользит, хорошо пахнет, хорошо увлажняет, дает нормальное скольжение, нормальное увлажнение, нормальное постскольжение и минимальный расход. С учетом небольшого ценника, мыло от ТДС имеет право на свое существование и мне ТДС нравится намного больше, чем, ну, из этой же, ну, плюс-минус ценовой категории, но могу привести в пример прораза. Прораза, на мой взгляд, ТДС проигрывает. Во всяком случае, именно вот этой формуле 3.20, которая идет с лановином. Ну и станочек. Станок, ребят, я еще планирую показать вам в отдельном обзоре, где расскажу все то, что про него знаю, все то, что про него заметил, все то, что я прочувствовал на своем лице от его работы. Сегодня, в связке с лезвиями, о которых я говорил в начале видеоролика, станок показал себя эффективным, станок показал себя мягким, станок показал себя достаточно нежным, ну и местами, конечно, эта нежность превратилась в какие-то определенные травмы. Хороший станок работает всегда информативно, всегда чувствуешь от него обратную связь и всегда понимаешь, как он бреет, что он бреет и что тебе необходимо сделать, чтобы получить желаемый результат. Браво Акама, Браво Енох, в общем, ребят, хороший бюджетный станок из нержавейки, который, в принципе, мне очень и очень понравился и понравился намного больше, чем синглэйч, станки компании Разорок. Но об этом не сегодня, об этом как-нибудь в другой раз. На этом я с вами прощаюсь, я рад был для вас вещать, рад был для вас бриться и рад был вернуться из отпуска и вот так вот с вами побеседовать душевно. С вами был Мистер Брит, вам всем до новых встреч, всем пока-пока.